Пацаны, панику не нагоняю, но все равно в последнее время ходят слушки, что YouTube могут заблокировать, поэтому ссылочки на все мои социальные сети вы найдете в описании. В первую очередь это Telegram, это сейчас моя основная социальная сеть. Ну и касаемо ситуации в мире, я выпустил видеоролик, если вы не успели посмотреть, он на канале, перейдите, посмотрите. А в этом видосе у нас исключительно FIFA. Такие дела. Айо, друзья, Пандосов Александрович на связи, и сегодня я вам покажу весь свой дроп, который мне упал за последние три недели. И поверьте мне, показать есть что вам. Моя лучшая награда за Викенлигу. Там около 5-6 кумиров, которые я вскрывал за это все время. Поэтому давайте, наливайте чаек, кофеек, там я не знаю, что у вас есть, покрепче и, собственно, погнали. В общем-то, друзья, что я, собственно, наловил за все это время? В первую очередь, это, наверное, награды за Викенлигу, хотя я смогу вам показать. Это, пожалуй, мои лучшие награды за всю историю Викенлиг, которые я отыгрывал в FIFA на протяжении всей этой истории. Но есть один фейл. Сначала я вам покажу, естественно, нарезочку, как это было, а потом, я думаю, вы и так сами все поймете. Эксклюзивный контент, так скажем, телеграм-канал. Есть тут у меня 6 пиков за текущую Викенлигу. Ну, понятное дело, что никто у меня в основу тут даже близко не пойдет. Ну, так или иначе, может, какой-нибудь рейтинг, ну, да. Так, один из четырех. Теперь пошли один из пяти. СГУ. Один из пяти. О, второго, Харикен. И, собственно, финальный пик. Нихуй... что? Что, простите? Я вообще забыл, что там есть Мбапе. Но самое тупое, что у меня есть тот Мбапе. Да, друзья, вот так вот получается, что моя лучшая награда за Викенлигу, это красный Мбапе. Но, опять же, фейл в том, что у меня есть тот Мбапе 97-го рейтинга, и мне падает, блин, 93-й Мбапе. Лучшая карточка за Викенлигу. По факту, как бы, она не сильно прям отличается, но, в целом, как бы, опять же, сами понимаете, мне это никакого плюса не дает, и, скорее всего, он улетит на какой-то СБЧ. Вот так вот грустненько получается. Так, собственно, это один классный дроп, который вы уже увидели. Дальше я давал открывать кумиров Шерманам на стриме, собрал пачечку, две штучки, и вот, что из этого вышло. Давай, Санек, просто возьми и покажи Андрюхе, что такое топ-дроп. Смотрите. Так, ну, на ФК пасос пока не тянет. 75, отреблодай. Сейчас момент истины, но это точно, кстати, не ЦПшник уже. Да, увы. Бля, 91, ну что-то вообще непонятное пока. 85 передачи, 87 удары, 90 пейс. А, ларайба. Откуда у тебя такой дриблик? Андрюх, я не понимаю. Я сейчас точно вытащу лучше, чем Санек. Это будет 100%. Ну, напор 62. Я не знаю, что за ЦПшник должен быть с таким напором. Андрюх, походу мы мимо, блядь, центра поля прокатились. Да что ж тебе все в атаку-то идет, блядь. Давай хорошего хотя бы в атаку. О, 92 дриблик. Кстати, вообще не помню, чтобы именно вот 92. А смотри, 90 ловкость, но при этом баланс 77. Может быть, Прайм... Собранность хорошая. Судя по балансу, это может быть, знаешь, на кого я сейчас думаю? Прайм Дель Пьера. 91. Да не, побольше бы у него передачи были у Прайма Дель Пьера. 88 у Прайма Дель Пьера. Блядь, Прайм Ревалда. Сука. Какие у него 100... Блин, а если бы мы смотрели... Бразилец, Афа, прикинь. Да, это же мог быть Роналдиньо. Это мог быть, блядь, Прайм Роналдиньо. Потому что позиции этот... Сука, Андрюх. Да, везение куда-то на спад у меня ушло. Барнс и, собственно, Ревалда, конечно, не сильно мой клуб забустили. Ну и ладно, я не отчаивался. Я на тот момент уже долго не открывал паки, где-то недельки-две. И я пошел просто вскрывать какие-то бич-паки за дивизионы или еще что-то. И мне упала самая дорогая легенда за эту FIFA. Вот именно из пака рандомного, не с кумиром, где гарантированно он падает, а он еще был продаваемый. Ну, в общем, чекайте. Алиса, заткнись. Вау. Вот это да. Я думаю, это Басти будет. А это Матеус, друзья. Просто в пакет. Я до сих пор не знаю, продаваемый это или нет. Карты? Бля, это продаваемый. Ебанец. Два немчика у тебя. 93-й Матеус. Вот так вот. Делаю контент, не делаю ничего. Да, друзья, не упал Матеус, которого я успешно продал. И, собственно, у меня на аккаунте теперь 4 миллиона. Я, конечно, охренел. Ну, типа, нихера себе. И в очередной раз ловлю себя на мысли, что чем дольше ты не открываешь паки, тем круче у тебя, собственно, дроп. Потом ко мне в гости залетает Рома Рой, Денчик и Клён. И я собрал один пик с тремя иконами и два, собственно, кумира, которых, собственно, вы сейчас и увидите. В общем-то, в прошлый раз мне с ними повезло. Мне упал Прайм Марадона. Я собрал сегодня пик. Он забагован. Я не знаю, тебе не повезло, потому что заболел коронавирус. Бля, кстати, да. Короче, баг тут сейчас, что из средних на выбор или Прайм может упасть еще и в моменте. Так, Лада, поехали. Первая карточка, которую мы... Блядь, это вратарь. О, это Яшин, ебать. Ты прям знаешь, да? Ну, здесь Вантерсар в трубке, а? Это не Вантерсар, это Кассилис. Кассилис, я думаю, что это Шмихель. Кассилис, блядь. Ну, в моменте это опять же... Ну, ладно, ладно. Я сейчас ждал двух других, все будет хорошо. Так, второй, восемь стать... Ёпта, Коновара. Если Коновара, то это вообще пиздано. Бля... У тебя есть? Мне кажется... А, бля, Коновара, это классно. Это охуенно. У тебя есть Коновара? Я знаю, кто это. Я знаю, кто это, и это очень любимый друг, что нет. Это Мальдини. Но у меня есть. Ебас. Это дубликат Мальдини, блядь. Блядь, конечно. Я вот по статам сразу понял. 8195, блядь, два кумира и... Ты был бы рад, если бы он тебе выпал, а у тебя его. Бля, ну, конечно. О, боже, блядь. Широ. Только его видели, блядь. Бля, прическа как у тебя. Да ты хуя, блядь. Ну, что я могу сказать. Это самый пизда-то Мальдини, конечно. Ну, да, в любом случае, мы есть, кто не нужен, поэтому... Так нам надо прям сейчас его выдыхать, иначе начать. Да можно это фикснуть, и все. А, просто... Не-не-не, то есть мы не взяли, блядь. Не, восстановим потом. Ну, там... Не, на самом деле ничего восстанавливать нельзя. Мы кликнули икону, блядь. О, не-е-е-е-е-е. О, не-е-е-е-е-е. Название ролика кликнули икону 92. Че, тоже будет стоить, или просто откроем? 48 защиты. Это, кстати, может быть, какой-нибудь Пеле? Да не. 85. Блядь. Эсеби. Эсеби. Ну, кстати. Да не. 85 дриблинг и все... Не-не-не. Мне кажется, это какая-то хуйта. Дварсон, ёпты. Так, два кумира. И оба говноря. Пока что... А где играл, кстати? По шелону, да, играл. Так, ну, окей, хорошо. Мы отправили в клуб. Давайте искать. Знаешь, как ты делаешь? Клуб остался. Ну, давай про чеком дожди. Ну, типа, там ничего хорошего быть не может. Все. Спасибо всем за просмотр. Алло. Рукошкин, бля, как плохо. Зато ты не заболеешься. Три кумира и все говнори. Ну, спасибо, ты меня утешил, блядь. Грустно. Да. Реально, мой винстрик куда-то летит прям в очковый. Чувствуете? Вроде мне упал кумир, как бы, продаваемый. Но при этом в гарантированных не повезло. Мальдини дубликат это не круто. Ну, а Ларсон с Ру и Коштей, естественно, улетят у меня на какое-то СБЧ. И суммарно получается сколько уже? Пять-шесть кумиров мне прям вообще не везет. То есть вот была какая-то планка везения, но в какой-то момент все пошло по пизде. Хотя, опять же, Мальдини это прикольно, но если бы он мне до этого не падал. Так что, такие дела. А, ну и в КС-очке я тоже кейсики открывал. Мне упал керамбит. Керамбит, который стоит 70 тысяч. Сейчас уже стоит около сотки. Да, курс доллара подрос, как вы знаете. Ну и, собственно, вот из такого прям запоминающегося дропа, наверное, все. В ближайшее время я хочу сделать ролик с Куарежмой. Это была одна из моих любимых карточек. Я не помню флешбек в какой части был. То ли в 20-й, то ли в 21-й. Я не помню. Собрал я вообще за копеечки. 5 плюс 5. Сейчас вроде еще одна новая промо должна выйти, где будет Нани. И я думаю, что в компании вместе с Наней можно будет затестить эту карточку. Также мимо себя я не пропущу Роберто Карлоса. Как вы знаете, это моя любимая карточка. Естественно, его моментную надо затестить. Я три недели не играл в FIFA. Я вообще не понимаю, что у меня вообще со скиллом. То есть, ну, паки открывал, щелкал, что-то там вскрывал. А вот именно геймплей я прям вообще не играл. Поэтому будет интересно посмотреть, что вообще со мной стало. Так что, друзья, какой-то вот такой вот видеоролик получается из всего того, что я накрывал я за последнее время. Если вам понравился этот видос, то отсидите его Лукасом. Оставляйте комментарии. И я буду стараться в ближайшее время снова врубаться, так скажем, в рабочий ритм. А с вами был я, Пандос Фиксач. Спасибо, что вы посмотрели этот видос. И всем хорошего настроения. Чао, какао.